Культура Культура – это суммарная карусель с центром русского языка и словесности, которая в центре, и на русский язык нанизывается все наше, наши обряды и традиции, наша любовь к матушке православной церкви, наша любовь к культуре и гулянке, значит, только бы это не зашкаливало, в смысле перебора, питья, значит, мы потанцуем, мы попляшем, мы хором попоем, мы, значит, компанейские, мы дружные, вот, и что мне всегда нравилось, я сам из такой семьи, мы хлебосольные и добродушные, вот, дружественные ко всем. К сожалению, жизнь так диктует, что вот это уходит. И это горький уход. Но обращает на себя внимание и еще одно явление. Дело в том, что в последнее время многие из нас начали остро ощущать некую отъединенность, изолированность двух наших столиц, и в культурном отношении особо. Остальная часть России вдруг оказалась своего рода придатком к московскому образу жизни. Памятный всем порыв знаменитых чеховских героинь в Москву, в Москву, в Москву, хотя внешне и сохранился, но при этом кардинально поменял свой смысл. В связи с последними событиями нашей жизни, для многих живых душою русских людей, обитающих в Москве, становится актуальным другой лозунг – «В Россию! В Россию! В Россию!». Что за ним стоит? Наверное, желание общего духовного единения всего народа, постижения своих исторических корней, возрождения национального самосознания. И здесь все, что во благо – малое, большое, здорово, в строку. Мне кажется, что такие концерты, как сегодняшний, – это такой маленький островок в море пошлости, маленький островок спасения, я бы сказала. Очень хочется, чтобы к этому островку прилеплялись все больше и больше островов, и это превратилось в такой солидный и серьезный материк, на котором будет стоять Россия, которая выстоит вот такими людьми, такими событиями, как сегодняшняя. Каждый наделенный тем или иным творческим даром человек стремится приумножить свой талант, не растратить, не разменять. Задача эта не из легких. Что касается героя нашего фильма, народного артиста России, солиста Большого театра страны Владимира Анатольевича Маторина, то он решает ее всей своей жизнью, не подсчитывая душевных и иных затрат. Внимательно прислушиваясь к судьбоносным подсказкам, вынося серьезные уроки из того гениального творческого материала, которым щедро одарила его певческая судьба. Звучит музыка. Прожить душой судьбы Бориса Годунова, Ивана Сусанина, князя Игоря, Кончака, Гремина и многих других героев, прежде всего русской литературы, с ее четко выстроенной вертикалью духовных и нравственных ценностей, значит обогатить свой внутренний мир, искать свои ответы на проклятые вопросы. Зачем? Для чего я живу? Кто виноват? Что делать? Не забудем помножить это на силу, глубину и богатство нашего музыкального наследия. Плюс к тому многочисленные гастроли, выступления на лучших оперных сценах мира. Есть над чем поразмыслить, что сопоставить. Тут главное – внутренняя чуткость, душевная зоркость, которые не дадут пройти мимо самого важного. Я когда-то был на… такая была встреча у Владыки Ювеналия с творческой интеллигенцией. Я вот к вопросу веры. Я в то время был в партии. И вдруг он говорит, вы понимаете, ведь есть такая категория, как любовь. Вот покажите мне ее. Ее же вот так вот за руки не возьмешь, книжку не запишешь. Но ведь она есть. Есть любовь к детяте, есть любовь к мужу, к жене, есть любовь к розни. Есть любовь. Так и вера. Бог. Бог есть. Ну и каждому-то оно увидит. И я меня просто как опалила, потому что думаю, с мозгами коммуниста, я подумал, думаю, вот это пропаганда, вот это идеология, когда простым доступным языком просто опаляют, как лазером или сваркой выпиливают в тебе. Жизнь души, рано или поздно, часто неосознанно для самого человека, начинает определять его жизненную стезю. Привносит те или иные, но закономерные перемены в его мысли, дела и поступки. Случайного у Бога, как известно, ничего не бывает. Наверное, поэтому 1988 год, год крещения Руси, и связанная с этим деятельность певца, возможность исполнения в концертах православной музыки, привели к новому увлечению, точнее, влечению, духовным песнопением. По благословению святейшего патриарха Алексея II, Владимир Анатольевич записал пластинку с духовной музыкой и уже осознанно в 42 года принял святое крещение. Молитвенное чувство, оно и голос по-другому выстраивает, и, так сказать, это идет же ход туда. И я открыл для себя за свои 50 лет, открыл, что церковный концерт сложен, но после него не устаешь, вот отдаешься и как бы плохо спишь, а вот он просыпаешься, после спектакля ломает, и голос не звучит, и хочется пить, и плохо спишь, так сказать. Вот из тебя выжимают, и 2-3 дня, чтобы остановиться, а здесь устал после концерт, устаешь, как натянутый лук, потому что сколько отдал, столько получил назад. Вот чудо какое, так сказать, чудо нашей веры и чудо нашей музыки. Творческие, духовные силы именитого певца, его сердечные устроения настойчиво уготовляли новый поворот в судьбе, новую и очень важную сферу жизни. Россия и его героев все ощутимее звала со сцены в те российские веси, которые во многом определяли основы нашей государственности и нашей национальной судьбы. Наверное, поэтому появился организованный Владимиром Анатольевичем «Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси». Его деятельность вылилась в огромное количество благотворительных концертов, с которыми Владимир Маторин выступает во многих так называемых «малых городах российской глубинки». Хотя малые они лишь по размерам, но великие в исторической судьбе России. Благо от таких творческих встреч с людьми налицо. С одной стороны, это приобщение зрителей к основам певческого искусства, постижение ими духовных высот, церковных песнопений, красоты и глубины русской песни и романса. А с другой – материальная поддержка добрых дел и начинаний. Деньги от концертов идут на восстановление храмов, организацию приходских школ, приютов, помощь больницам, музеям, ветеранским организациям. При активнейшем участии Владимира Анатольевича и его фонда организованы теперь уже известные Бахрушинский фестиваль искусств и историко-музыкальный фестиваль «Жемчужина России». Труд Владимира Маторина на всех поприщах высоко оценен. Он награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й и 3-й степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского, памятными знаками и медалями многих общественных, благотворительных и военно-патриотических организаций. Владимир Анатольевич – первый лауреат Народной премии «Признание», лауреат Международной Шолоховской премии за 2009 год. Но уже после краткого общения с артистом понимаешь, что не это для него главное. Важнее, что труд этот в радость, и что выше всех затрат – возможность почерпнуть новые силы через общение с людьми, напитаться новыми впечатлениями, теми духовными знаниями, которые необходимы артисту. А вот до сих пор и голос звучит, и за главные роли играю, и концерты приглашают, и вот езжу по странам и весям. Значит, думаю, потому что не зазнался и не успокоился внутренне, потому что хочется петь лучше, хочется выучить новые произведения, хочется узнать новые города, познакомиться с нами людьми. Ну и как-то вот такой, знаете, как неугомонный характер. Ну вот, мне вот эта жизнь нравится. Она не всегда бывает одинаково хорошая. А в принципе, вот, я думаю, это значит, вот, такой мой крест, такая моя судьба. Владимир, Ярославль, Иваново, Зарайск, Нижний Новгород, Арзамас, Суздаль, Переслав Залезский, Александров, Тутаев, Балахна и так далее. И так далее. Перечислять можно долго. Мы же ставим своей задачей раскрыть лишь один эпизод из жизни певца. На конкретном примере передать атмосферу этих встреч, познакомить вас с конкретными людьми, чтобы можно было воочию убедиться в искренности слов дел Владимира Анатольевича Маторина. И путь наш лежит на Рыбинскую землю. Среди деревень и сел Рыбинского района есть одно с особой 400-летней историей, в которой, как в капле воды, отразились все перипетии и коллизии жизни нашей страны. И славное становление, и революционный слом старых устоев, и потери храма, отданного под производственные нужды и сгоревшего. А сейчас закрытие школы и некогда первой в Рыбинском уезде земской больницы в честь святой Серафимы. Больница, или сестричество святой Серафимы, была выстроена, как и сам деревянный храм, при прямой помощи и содействии братьев Радонежских, сыновей священника Коплицкой церкви, анимподиста Федоровича. Главный престол, утраченного в советские годы Погорельского храма, был освящен в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости. Именно здесь, в Погорелке, покоится прах одного из сыновей этого священника, Платона Радонежского, солиста императорской оперы. Когда-то и о нем писали Великий. В числе поклонников знаменитого баса были Гоголь и Островский. Его талант высоко ценили во многих городах России и зарубежья, в Италии, Германии, Франции и других странах, где гастролировал певец. Император Александр II лично преподнес ему в подарок ямщицкую рукавичку, отлитую из чистого золота. А Платон Радонежский попросил брата Александра перелить ее в потир, чашу для святого причащения, и подарить Коплинской церкви, что и было исполнено. Судьба некогда знаменитого, но несправедливо забытого русского певца заинтересовала его современного собрата по певческому цеху. Вот и приехал он в эти места, чтобы узнать об истории села, о его людях, о жизни Платона Радонежского, поддержать инициативу руководства Рыбинского района и Глебовского поселения о строительстве на месте сгоревшей церкви храма-часовни. Подивились московские гости и сердечности приема, и тому, как трепетно относятся жители села к его истории, как кропотливо собирают все сведения о жизни своего знаменитого земляка. А поскольку Платон Радонежский на протяжении всего своего жизненного пути был страстным пропагандистом произведений русских авторов и народных песен, то в Погорелке было начато проведение ежегодных фестивалей в памяти русского певца под названием «Золотая рукавичка». А летом 2011 года в рамках фестиваля состоялось освящение поклонного креста на месте сгоревшей церкви. Знаете, вот чувствуется, что не хватает ничего такого, не хватает. Потому что, смотрите, ну святое у нас это место, правильно? Жизнь на селе становится труднее, сложнее и редко. К сожалению, сейчас приезжают большие артисты. Мы второй год проводим фестиваль памяти Платона Радонежского. Приглашаем местную самодеятельность с Рыбинска, с Ярославля приглашаем. В этом году из Москвы приглашали. И привет с такого масштаба, конечно, новое вдохновение, новый импульс придаст вот этой нашей всей работе. Приезд артистов такого уровня в русскую деревню – не просто редкость, а исключение. И при этом насколько же приятно и трогательно было видеть, каким искренним было общение. И никаких преград для понимания. Лишь взаимное обогащение, взаимное душевное проникновение. Сквозь прошлого перипетии и годы войн и нищеты Я молча узнавал России неповторимые черты. Превозмогая обожание, я наблюдал, боготворя, Здесь были бабы, слабожане, учащиеся, слесаря. В них не было следов холопства, которое кладет нужда. И новости, и неудобства они несли, как господа. Фотография на память, совместная песня – все было в радость. ПЕСНЯ 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 И, наверное, самое важное – посещение мест села, некогда освященных молитвами предков, старинных зданий, которые еще дышат прежней жизнью и словно взывают к проходящим о помощи. Это никого не могло оставить равнодушным. А дальше – словно символическая встреча двух мастеров оперного вокала, двух поклонников и пропагандистов русской песни и народного творчества. Владимир Анатольевич воздал дань памяти, поклонившись в могиле великого русского певца Платона Радонежского. ПЕСНЯ Это горячее веление сердца, оно и нас зацепило по-живому, потому что вот эта сложная вещь в жизни и в искусстве, когда мы – цепочка, мы – огромная цепь. И в этой цепи могут быть звенья ржавые, старые, деревянные, золотые, бриллиантовые. Но цепь, когда тепло и увлечение одних людей заражает других. И вот в этом наша сила, наша российская. В том, что, так сказать, вот, или мы беспамятствуем, или мы помним о том хорошем, что у нас было, и продолжаем служить вот тому великому делу, возрождению России. Именно этой благой цели – восстановлению на месте сгоревшей церкви храма-часовни в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости – и решил посвятить свой благотворительный концерт Владимир Моторин. Подготовке к нему была посвящена оставшаяся часть этого насыщенного встречами и событиями дня. В Рыбинске артист посетил прежде всего Спасо-Преображенский кафедральный собор, где московского гостя тепло встретил помощник настоятеля собора протеерей Василий Денисов. А в самом храме Владимира Анатольевича уже ожидали певчие соборного хора. Репетиция прошла на редкость быстро, слаженно, с удивительным благорасположением. ПЕСНЯ У меня всегда пульс, когда я пою духовную музыку, от такой духовной радости, у меня аж горло захлёстывается, у меня пульс больше ста, так, наверное, сто двадцать, сто пятьдесят от того, что я это пою, и пою здесь на вольных стенах, от этого как бы двойная сила и тройная ответственность. Вот такая сумма чувств. ПЕСНЯ Утверди, Боже, святую православную веру православных крестьян. Утверди, Боже, Вовек, вовек века, Слышал красивое упение патриарших хоров, но у вас лучше. Слышал красивое упение патриархи. Для нашей земли, для Ярославской, для Рыбинской, имеют большое значение. На самом деле удивительная смесь обморожения и ошпаривания одновременно. Вот настолько радость молитвенная переполняет и красота убранства храма, и его архитектуры, и его наполнение. И огромный сюрприз, как хорошо звучит хор, какая акустика. И еще. Очень важна нацеленность на людей. Уверена, краткие моменты общения останутся в благодарной памяти всех участников встречи. Следующее знакомство с музыкантами знаменитого Рыбинского оркестра народных инструментов имени Петра Ивановича Павлова, лауреатом многих российских и международных фестивалей. Руководит им долгие годы заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный житель города Рыбинска Адольф Константинович Павлов. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok Сказать, что это была репетиция, значит не сказать ничего. Это было не просто сотворчество. Это было еще и доброе, заинтересованное общение, перемежающееся как шутками, так и глубокими замечаниями. Мы же ведь рыбинцы, это наш родной город, нам кажется, что тут все лучше. И почему так много талантливых людей в наших местах? Тут космический разлом здесь. И поэты и все прочее. И вот там три признака, которые определяют место рождения салантливого человека. Первый, это должно быть место само по себе красивое. Второй, это должно быть место, где сливаются две реки. У нас под Волгой, там шестнадцать. И третье, это должно быть торговый центр. Во-вторых, все совпало. Сейчас торговые центры везде, их много. И только к концу репетиции московские гости с радостью и удивлением узнали, что коллектив самодеятельный. Их надо к профессионалам переводить. Хватит им самодеятельности париться. Нет, не хочу. Не хотите? Я не хочу, чтобы деньги входили в наши отношения. Они не входят. Сколько платят артистам, что это не деньги. Участники коллектива полностью согласны со своим руководителем. Ведь все они увлеченные люди, самозабвенно любящие русскую музыку и песню. И главный из них... Наш любимый руководитель Адольф Константинович Павлов. А чем он вас вот так умеет удерживать? Он любит музыку. А что в этой музыке главное? Душа, любовь, самоотдача. Это отдых. Во-первых, здесь все люди очень добрые, что немаловажно. Во-вторых, мне просто нравится играть. Нравится играть в народную музыку. Я здесь отдыхаю душой. А со старейшим участником оркестра Германом Михайловичем Грызловым, который в оркестре ни много ни мало уже 65 лет, нам удалось переговорить уже после концерта. Как-то у нас приходит из поколения в поколение, родители уходят, дети приходят, любовь с детства закладывают к музыке. Так, наверное. А что вы считаете самым главным вот в этой народной музыке, песнике? Ну, русская душа, напевность, красивые мелодии только это и привлекает. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Надо было видеть, как огорчились московские гости, когда узнали о тех трудностях, отнюдь не творческого характера, которые переживает коллектив этого уникального оркестра. Как велико было их желание посодействовать в положительном решении участи музыкантов. Забегая вперед, следует сказать, что все собравшиеся в большом зале клубного комплекса «Авиатор» выразили горячую поддержку участникам оркестра, талантливым пропагандистам русской народной музыки. Русская песня – это квинтэссенция русской души. И русская душа, она ведь не укладывается ни в линейке, ни в клеточке. Она как «Волга-матушка». Где-то узкая, где-то широкая, а где-то просто необъятная. Поэтому у ней все есть, что в русской душе. И печаль, и раздумья, и безумные радости, так сказать, забубенно-хмельное веселье. Вот всего так много положено в русских песнях. Это с лихвой ощутили все участники концерта уже на следующий день. Но обо всем по порядку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...